Здравствуйте, в эфире рубрика «Оперативная сводка», в ходе которой я познакомлю вас с итогами работы полиции за минувшую неделю. Всего в дежурную часть поступило свыше 350 сообщений и заявлений от граждан. Из общего числа поступивших сообщений зарегистрировано 15 преступлений, 10 из которых раскрыто. Оперативная обстановка на территории обслуживания остается стабильной. В отчетном периоде по-прежнему преобладают преступления имущественного характера. Так, в дежурной части зарегистрировано 3 кражи чужого имущества и 2 факта мошеннических действий. Одно из последних зафиксировано накануне. Очередная жительница города лишилась денежных средств в надежде на оформление кредита на более выгодных условиях. О подробностях произошедшего женщина расскажет сама. Она мне объясняет, ставьте карту в банкомат, вводите номер карты счета, то есть, извините, номер счета. Все, я ввела и перевела эту сумму. Все, говорит, в течение 20-30 минут к вам позвонит курьер и скажет, куда подъехать, спросит у вас, а вы ему объясните. Но не через 30, не через сколько-то времени никто не позвонил. И следующий звонок поступил якобы так же с этого банка, от работника, который стоит на должности службы безопасности. Говорит, Ирина Васильевна, якобы моя карта заблокирована, мы не можем переправить деньги. Говорит, как же она заблокирована, если я только что переправила по ней на счет вашего банка, денежную сумму в размере. Говорит, все, так делали, у нас не получилось, сломалась система. В итоге, говорит, чтобы вам эти деньги все-таки получить, 400 тысяч, вам нужно еще дополнительно отправить, нужно страховку оформить, чтобы вы получили деньги, чтобы все было хорошо. Я говорю, какая сумма? Ну, давайте я сейчас уточню, какая сумма для вас будет оптимальная, чтобы не сильно, говорит, большая. Ну, через 15 он перезвонил, говорит, 27 тысяч рублей, но нужно ее переправить в течение часа, эту сумму. Вы переправили ее? Нет. Я говорю, в течение часа я не смогу ее найти, но давайте хотя бы часа через полтора. Он говорит, хорошо. Это было время 16.00, когда мы с ним закончили разговор, и тут я поняла, что это не банк, и что мне нужно обратиться к правоохранительным органам. Также отдел МВД России по городу Нефтьюганску призывает руководителя оснастить свои организации, магазины и офисы, системы охраны и видеонаблюдения, которые в случае совершения в отношении вашего имущества противоправных действий способствуют в кратчайшие сроки установить и задержать злоумышленников. Не забываем беречь и свой автотранспорт. Рекомендуем не оставлять транспортное средство в темных и неосвещенных местах. Оснастите ваш автомобиль системой сигнализации, а также используйте механические блокираторы замка зажигания, рулевого управления, тормозной системы и капота. Кроме того, не оставляйте в машине ценные вещи, документы и денежные средства. Полицейским продолжается работа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. За отчетный период зарегистрирован один факт незаконного хранения наркотиков и один факт покушения на сбыт наркотических средств. Общий вес изъятых веществ составил свыше 3 кг. Злоумышленники задержаны, возбуждены уголовные дела. По подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудники полиции разыскивают гражданина Ширкунова Владимира Евгеньевича, 1990 года рождения. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении злоумышленника, просьба незамедлительно сообщить дежурную часть полиции по телефону 29 56 10 либо 02. Всего в течение минувшей недели на улично-дорожной сети города зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек, четверо пострадало. Полицейскими выявлено и сдокументировано свыше 700 административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД, а также проведено 4 профилактических мероприятия, направленных на предупреждение пресечения преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. В завершение выпуска напоминаем о бдительности при проведении каких-либо операций с банковской картой. Будьте внимательны при оформлении онлайн заявок в банках для получения кредита, помните, что страховка в подобных случаях банками не взымается. А у меня на этом все. Самые свежие новости о деятельности городской полиции вы можете найти в официальных группах полиции Нефтьюганска, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. Будьте бдительны и всего вам доброго.